Здесь я вижу, что я могу почерпнуть много новых знаний, много-много инсайтов, задать вопросы людям, у которых огромный в этом опыт. Это самый большой заряд именно эмоциональный, в том, что есть много людей, которые занимаются тем же самым, а они делают это успешно, зажигательно, интересно. Конечно, приеду в Москву, я из Москвы, с какими-то новыми идеями и желанием внедрить что-то крутое в свой проект. Активность, открытость — это то, чего очень не хватает во многих сферах. Тут все делятся всем своим опытом, всеми своими идеями, стараются друг другу помочь. Здесь отобраны порядка 150 лучших продуктов среди всех, кто подал заявку. И это создает такую, как говорит Миша, камерную атмосферу. Количество интеллекта на квадратный метр просто запредельно. Конференции, они проходят, может быть, слишком строго или на какую-то одну тематику, или как-то все очень зажато все равно в определенной социальной рамке. Здесь на Product Camp можно свободно переходить от одного доклада к другому. Это очень круто. Конечно, когда мы общаемся с фаундерами, мы всегда смотрим не только на индивидуум, а смотрим на команду и то, как человек относится к своей команде, преподносит ее. Мы команда небольшая, нас 16 человек, поэтому часто все рождается из хаоса. То есть мы иногда работаем в хаосе, но это и плюс тоже, потому что часто хаос движется быстрее, чем какая-то упорядоченная структура. Да, естественно, есть какое-то планирование, локальное, глобальное, но нам нравится, потому что мы из хаоса получаем, кроме инсайтов, еще и фан. Если мы говорим про компанию Space 307, здесь от Product ожидают очень сильной вовлеченности, немного гиперответственности. И у Product должен быть стержень, должна быть сила воли, несмотря ни на что, достичь цели. На самом деле Product — это во многом еще и аналитик. То есть это человек, который не просто рисует какие-то печи, интерфейсы и просто занимается там творчеством, а по большому счету это достаточно сложная, утилитарная функция человека, который работает много с цифрами, анализом, аудиторией, делает очень много ресерчей и тестов. Не нужно бояться факапов. У нас, например, первый наш продукт в какое-то время совершенно не заходил в аудитории. Мы переживали, что мы сделали вещь, которая не несет никакой пользы. В итоге, пообщавшись с бизнесом, с теми, кто работает в таких же похожих сферах, мы просто поняли, куда нужно сменить направление и сделали следующий продукт, который отличается от первого, но тем не менее он построен уже на наших ошибках. Надо общаться с аудиторией, нужно общаться с клиентами, нужно общаться с теми, кому это может быть нужно, потому что ты, будучи продукт-менеджером, никогда не знаешь всей кухни, той сферы, для которой ты делаешь свой продукт. Содираясь ты марки или строишь большую компанию, всегда подкупает глубокий профессионализм человека, который давно и со страстью занимается своим любимым делом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok